Главной площадкой масштабного образовательного мероприятия «Тотальный диктант» в Азербайджане стал Бакинский государственный университет, один из самых престижных вузов страны. Посредством видеообращения с Владивостока всем азербайджанским участникам этой акции удачи пожелала известная писательница Кузель Яхина. Текст ее романа «Зулейха открывает глаза» стал темой «Тотального диктанта». Примечательно, что проверить уровень своей грамотности решили представители не только молодежи, но и более взрослого поколения. То, что пришли сегодня ребята и взрослые, разная публика, пришли для того, чтобы показать свое уважение к русскому языку, к русской культуре. Это уже очень приятно. У «Тотального диктанта» свой регламент. По нему весь мир поделился на три часовые зоны. Это сделано во избежание подтасовки результатов работы участников. Для каждой из этих зон был предназначен свой отрывок авторского текста. К слову, все эти части текста можно было диктовать и писать в режиме онлайн. Данный диктант является очень важным для нашего университета и вообще для нового поколения студентов, так как благодаря нему мы можем проверить свои знания русского языка, литературы и так далее. Вообще связь между Азербайджаном и Россией является очень тесной. Это видно даже на историческом факторе. Мы всегда были очень тесно связаны. В образовательной акции по всему миру приняли участие жители свыше тысячи городов в 75 странах мира. Организаторы обещают, что всех отличившихся ожидают поощрительные подарки. Особо отличившихся мы приглашаем в Россотрудничество, в их офис. И там вручаем подарки. Это книжки, всякие издания разные, поощрительные призы. И в то же время летние какие-то каникулы в какой-то другой стране мы привлекаем наших участников. Это бесплатные, конечно же, вот эти поездки куда-либо в другую страну. Это все включено за счет Россотрудничества и фонда «Русский мир». Максимальная оценка за диктант – 100 баллов. Однако все присутствующие признают главное участие. Цель мероприятия – еще раз показать, что быть грамотным важно для каждого человека. Площадками написания тотального диктанта стали не только вузы. Не обошлось и без необычных мест. Наряду со студентами-педагогами диктант написали пассажиры самолетов, футбольные болельщики и даже альпинисты.